поговорим на сегодня на достаточно такую хардкорную тему раз уж суровый код из омска омичи тут не повлияли но тема интересная достаточно хардкорный про ну и его разные интерпретации то как он вообще появился зачем он нужен и тому подобное тема больше такая исследовательская наверное нежели применимая на практике но все мы работаем с языками и программирования программисты все в смысле так или иначе сталкивались с этим понятием и мы сегодня с ним познакомимся чуть подробнее и узнаем про нюансы того как грубо говоря с каким молотком вы работаете как этот молоток может быть устроен про себя немножко в мобильной разработки я уже 10 лет начинал вообще как айос разработчик просто-напросто успел из-за границы поработать и в какой-то момент решил что надо делать что-то свое и стал основателем совместно с моим коллегой олегом чабулаевым с основателем компании команды матбрейнс и мы сейчас активно развиваемся и делаем разные очень крутые проекты застали мы свои разработки и объектив си и джаву в мобильной соответственно видели всю эволюцию языков поэтому есть такое видение того как это все развивалось и как она там перешло из простых каких-то достаточно примитивных языков в более сложные более такие прям уже современные а так немножко про матбрейнс еще мы агентство разработки цифровых продуктов и сервисов раньше специализировались на мобильной разработке сейчас профиль нашей деятельности гораздо шире вот существуем уже с 14 года занимаем 15 место в рейтингах лучших мобильных разработчиков стремимся быть не только мобильными разработчиками ну и целый скоп наград за лучшие приложения куча проектов реализованных опять же и более 50 человек команде уже вот одними из первых начали использовать котлин и свифт на реальных продуктовых проектах также одними из первых в россии начали флаттеры применять тоже в продуктовых проектах и активно сейчас развиваем это направление у себя так вот откуда вообще появился такой вопрос как устроен ну и зачем он нужен в какой-то момент мы как я уже сказал активно переходили на свифт и котлин ну почему потому что стильно модно молодежно просто так посмотрели попробовали в принципе удобно в какие-то моменты было не очень удобно особенно вспоминаем свифт его первые версии но потом вроде прижилось и смотрим получается лучше не особо ни о чем не задумывались в какой-то момент опять же начали использовать флаттер и увидели что во флаттер с его языком дарт не так все удобно и так хорошо как современных и очень хороших развитых по моему мнению языках свифт и котли и задумались а почему так а потом еще и сами создатели дарта анонсировали что они нулсейфти таких к себе внедрят от точек запятой они избавляться пока не хотят к сожалению но вот нулсейфти внедрили и выкатили этого все добро впрод уже тот всего лишь в марте этого года этот момент как-то мы так задумались а что это такое нулсейфти почему вот почему его так сложно внедрять и как она вообще устроена тем более что на своем анонсе они объявили что дарт как бы делает это примерно так же как и свифт так подождите как свифт а как это как свифт а почему это больше похоже на котле и собственно отсюда я уже и начал разбираться но там сначала на внутреннем докладе потом чуть подробнее тем разобрал вот для сегодняшней конференции так откуда же появился нул и почему его называют миллиардно-долларовой ошибкой тони хор представил это понятие для нас скажем так в момент создания языка алгол восемь шестого года изначально вообще чтобы вы понимали контекст тони хор начал разрабатывать свой язык ну точнее ему сказали сделай нам пожалуйста язык после того как он всего лишь девять месяцев разрабатывал на машинных кодах то есть это буквально такой джун которому сказали сделай кт нам инструмент и он ну как мог так и начал делать и волголе 60 вполне неплохо у него это получилось то есть это первая версия того что он делал вплоть до того что он очень такую интересную штуку внедрил сразу язык по поводу в плане его безопасности у них там уже из коробки в самих структурах языка была проверка на то что индекс когда мы обращаемся к элементу в массиве не выходит за рамки массива это прямо было жесткое ограничение которое было в этом языке позднее уже когда начинали разрабатывать следующую версию алгола 86 ой 68 ошибаюсь 68 они пришли уже даже к такому понятию как объект соответственно есть ссылки на объект и все прочее но они старались его делать все еще безопасно это был жестко теперизированный язык соответственно все эти проверки были но в какой-то момент они такие окей программы весят много про компьютеры еще слабенькие есть ограничение только по памяти вот оперативный там было ограничение даже еще по тому насколько приложение вообще может поместиться в эту память не несмотря там на использование ресурсов а просто само приложение могло не помещаться поэтому дополнительные лишние инструкции они как бы могли привести к тому что какую-нибудь фичу можно было не реализовать потому что места просто-напросто не хватило но окей они подумали решили что в принципе мы можем отказаться от таких проверок жестких момент когда мы пускаем релизную сборку там она называлась продуктовая и тестовая соответственно в тестовых наши дебаговые сборки они эти проверки на типы оставляли дальше они их выпиливали ну все хорошо проверки есть все работает надежный безопасный код но в какой-то момент они поняли что есть еще такой язык фортран и на нем много программистов которые пишут достаточно хорошие приложения которые бы неплохо бы портировать написали транслятор и вроде бы все тоже работало но какой-то момент они поняли что что-то как-то программисты фортрана не хотят им пользоваться и он там еще в своем докладе в шутку спрашивает а мол догадайтесь почему это ну все там начинают ну наверно потому что медленно работала наверно потому что больше писать но такое не она просто не компилировать потому что ребята из фортрана не привыкли как раз таки к вот этим вот проверкам индексов и таким жестким ограничением когда язык за тебя тебя очень сильно ограничивается создавая эту безопасность ну и они подумали и решили что ну окей мы хотим дать больше возможности для развития нашего языка и ну ну ладно давайте ка не будем проверять типы показывать ошибки потому что это медленно потому что это неудобно и ребята из фортрана не хотят ну окей тогда давайте сделаем костыль такой который будет отображать нас пустое значение и как раз таки он берет на себя ответственность за изобретение такого типа и такого подхода и этот костыль был реализован как бы буквально как костыль в том плане что он позволял просто избавиться от лишних ограничений языка но к сожалению люди последующие которые разрабатывали свои языки не может быть неправильно поняли может быть пошли на те же ограничения и решили применить у себя тоже это понятие и вот она распространилась потом по всем языкам и носить плюс плюс и джавы и так далее и теперь мы имеем то что имеем что все вот эти вот языки которые появились после огола до вот какого-то момента а именно императивные они имеют себе такое понятие как ну ну что ж теперь окей дальше с этим приходится жить но существует разные вариации даже реализации этого всего в большинстве языков мы видим стандартную реализацию это если мы имеем переменную в которой есть ссылка на пустой объект на ничто буквально то в рантайме нам либо в компиляции если язык такой поддерживать но скорее всего в рантайме она нам упадет выкинет ошибку выкинет exception если мы у него поработаем там тоже упадет ну есть один язык касательно ну из тех с которыми я сталкивался которые работают немножко по-другому это объектив си и он внезапно наследовать нас от наследовал свое ну как бы свое изобретение не знаю как правильно сказать то есть свои идеи от small talk а он оперирует не вызовом методов а скорее отправкой сообщений поэтому вот это вот странный синтаксис квадратными скобками но даже там small talk на самом деле обращение к нулю к обнуленному объекту тоже вызывала exception и в объектив си изначально тоже вызывала exception но потом в какой-то момент там были споры и решили что давайте-ка ничего не делать это позволяет делать буквально код элегантнее как главный аргумент который они приводили для такого поведения и вот в итоге мы получили такую странную штуку что у нас есть пустой объект мы к нему обращаемся у нас ничего не падает а просто не происходит ничего у этого есть свои плюсы и минусы мы чуть-чуть посмотрим как на самом деле мы все с этим немножко сталкиваемся но вот такой вот немножечко не от мира сего пока вывели язык еще немножечко забавных нюансов про objective c то что у него на самом деле аж целых четыре вида нул есть нил для основного пустого объекта нул для указателей си нил для ссылок на класс и основного вообще специальный который ну там в коллекции добавлять но это просто такой забавный нюанс про objective c а вот ошибка ли на самом деле этот нул вот например роман елизаров своей статье достаточно так интересно это все разбирает и говорит что ну как бы и не ошибка это ошибка это скорее то как мы этот нул интерпретируем потому что нам все равно необходимо обозначать как-то отсутствие значения и ошибка это то что тип система типов java считает что каждая переменная может ну которая может хранить себе объект она может оказываться вдруг нул еще существует шутка там где-то в докладах тоже по моему тони хора о том что это примерно так как будто бы мужчина женат сразу на двух женщинах на своей непосредственной жене и на какой-то женщине которая с которой женаты еще все остальные у них такое двоеженство у нее вообще полигамия и вот это вот странная такая аналогия но она показывает то насколько на самом деле это может казаться неправильно ну и самый банальный пример проблемы на самом деле это то как мы обращаемся с нашими переменами и с результатами вызовов методов то есть вот простой пример лаконичный код в одну строку все хорошо мы обращаемся к персону мы берем какой-то там резиденс адрес и еще что то но тут проблема в том что она может упасть буквально в любом месте может не быть персона может не быть резиденс может не быть адреса и мы не не можем гарантировать надежность работы такого кода более безопасный подход это проверять каждый этап обращения каждой переменной каждому результату как видите это получается не очень лаконично я бы даже сказал ужасно потому что это может разрастаться там может несколько объектов фигурировать и в итоге все эти проверки все вот это вот превращает код просто ужасное месиво это неудобно окей а как же можно сделать получше ну вот где-то частичное решение появилось по моему если я не ошибаюсь в груве первым такую штуку внедрили это сейф коу сейф навигейшн оператор нул чейнинг по-разному называют в разных языках это возможность безопасно вызвать метод то есть как бы вызов с вопросиком позволяет сделать такую штуку что мы если есть объект мы вызовем если его нет то соответственно ничего не произойдет никаких ошибок ничего просто дальше перекинется ну и здесь забавный нюанс что в итоге такое поведение оказывается очень похожим на объектив си вроде бы мы смотрели на него как такого отщепенца который стоит со стороны и работает совсем по странному а тут бац и она работает во всех языках почти но по крайней мере в которых реализован такая возможность сейф кого и он уже не кажется таким странным и мы оказывается привычны к такому поведению но это поведение не совсем тоже решает проблему опять же частичное решение но у нас никуда не девается проверку construction фирм дальше все равно приходится делать либо также рассчитывать на то что там будет нул и мы не получим значение как-то это обрабатывать и также например было версии дарт до 2.12 версии и после собственно мы начали уже смотреть а почему так а почему они начали внедрять что-то другое другой подход соответственно это то что мы отнаследовали скажем так своих оперативных языках из функциональных языков как мл был первым металэнгвич и потом уже такой дедушка первоначальных первоначальный функциональных языков к из которого родились скалы в шарп хаскель при пресно памятный не они пошли дальше они вообще запретили переменной любого типа принимать значение но там нет такого понятия в принципе и решили представить отсутствие значения как отдельный тип который так простите который может собственно принимать либо какое-то значение либо ну то есть это прям отдельный в терминах императивщина все-таки отдельный тип отдельный объект внутри которого там может храниться либо значение либо он оно может быть пустым ну окей а как это можно реализовать на самом деле существует два подхода изначально функциональных языках был использован первый то есть это тег тюнион и антег тюнион сложные какие такие математические понятия тип суммы типа произведения туда же вот еще в брошу немножечко соответствие карди ховарда и вот эти вот все прочие сложные математические штуки которые нам сейчас не особо интересно потому что мы просто-напросто закопаемся там еще есть чем закопаться для упрощения опять же тут маленькая ремарка это не совсем так но для упрощения понимания именно можно это свести к двум таким понятиям что тег тюнион это некий контейнер антег тюнион работает близко по своей логике к наследованию то есть примерно следующим образом это выглядит что у нас есть какой-то отдельный тип с дженериком то есть параметризированный тип в котором мы можем хранить значение значение конкретное которое не обнуляемое и есть отдельное такое состояние у этого опционального типа это ну наиболее близкая наверное аналогия опять же может быть это массив то есть представьте массив котором может храниться только одно значение а не список значений это вот контейнер в нем может храниться любой тип и у него может быть либо значение либо отсутствие значения то есть пустой массив важно это не так работает не массивы там потому что меня уже ругали за такую интерпретацию про подробную реализацию мы посмотрим чуть позже окей антег тюнион соответственно наследование она работает немножко по другому принципу она делает как будто бы родительский класс у которого есть два наследника это непосредственно тип который используется который не обновляемый и второй наследник это ну в котором есть всего одно значение и мы уже сравнивая типы можем приходить как раз таки к пониманию того что есть вот значение а есть отсутствие значения отдельный класс отдельный объект и оперируя родительским типом ну как раз таки тут тоже можем решать вот эту проблему что у нас может быть значение может не быть значение окей а как же нам понять какой но работаю я с языком и вот смотрю есть там no safety а как понять вообще какой тип тег тюнион тег тюнион используется в конкретной реализации этого языка самый простой способ это сравнить можно ли сделать двойной общем назовем его так то есть грубо говоря два вопроса ввести в случае тег тюнион так как у нас отдельный объект контейнер в него что-то вкладывается какой-то тип соответственно ничего не мешает нам взять и вложить туда опциональный тип тоже и в итоге мы приходим к состоянию что у нас двойное двойная опциональность скажем так возможно это не равно одинарный это может в некоторых случаях приводить к проблемам но это прям нужно измудриться чтобы так сделать потому что в принципе инструменты языка позволяют это обойти но если мы говорим про какие-то дженерики там и компоновку каких-то объектов то соответственно можем на это напоро сам лично разбирался такой проблемой свете антег тюнион соответственно такого сделать невозможно то есть у нас она как бы сокращается и двойное двойная опциональность она сводится по факту к одному потому что там тот же нан и тот тот тоже значение то есть невозможно сделать двойное нам наследование того же объекта это не будет иметь смысла и язык такое просто не позволит сделать ну окей а что нам это дает пока нам это дает немножечко понимание то того как это может быть реализовано и то что например свете у нас используется тег тюнион а в котлене и в дарте уже в последующем была реализована антег тюнион окей прикольно зачем давайте разбираться ну да еще маленький нюанс что например функциональные языки они пошли как бы старый подход то есть более такой примитивный наверное в чем-то это как раз таки тег тюнион когда у нас есть отдельный объект и вот те же мэйби из хаскеля это как раз таки тег тюнион котлен и дарт последующим они немножечко развили эту идею можем так сказать и сделали это чуть похитрее и это с точки зрения оптимизации еще лучше потому что в случае с тег тюнион мы делаем отдельный объект в который мы вкладываем в котлене отдельного объекта не создается потому что тот же объект он просто приводится к нужному типу условно и мы экономим по памяти например потому что делать для каждого опционального объекта в той же gvm еще один объект это соответственно еще нагрузка на garbage коллектор еще проблемы поэтому можно сказать что в котлене и дарте реализовано чуть-чуть поинтереснее чуть-чуть покруче окей но давайте посмотрим а отличие то вообще есть в использовании вот смотрим на первоначальное объявление функции их использование ну практически нет отличий кроме сами самой специфики языка в плане объявления переменных окей а дальше что а дальше мы видим разницу только в том как эти значения интерпретировать соответственно если мы говорим про котлен и дарт то даже принт нам и вводит просто сами значения а вот с их темы уже явно видим что у нас на самом деле есть отдельный объект optional внутри которого лежит это значение ладно пока запомним хорошо двигаемся дальше а вот этот сейв кул optional чейнинг на лвр оператор про который говорили работает вообще идентично то есть если мы обращаемся к объекту который может обнуляться без вопросика вызываем у него какой-то метод или обращаемся к его свойству то соответственно у нас даже компилятор нам не позволит так сделать ним мы не в рантайме падаем что позволяет сместить как бы ошибку на уровень раньше не до пользователя донести чтобы у него там что-то упал а вот уже на моменте написания кода это классно потому что чем раньше мы обрабатываем ошибки чем раньше мы их исправляем тем лучше это дешевле и соответственно если мы обращаемся с вопросиком поведение абсолютно одинаковое кроме соответственно вывода что optional появляется ну кей двигаем дальше а вот здесь уже интереснее вот здесь ребята которые работали с котленом и не видели свифт могут посмотреть а чё почему там отдельная переменная а те которые работали с свифтом смысле а как котлен и дарт вообще понимают что там есть переменные что там есть значение то есть обратите внимание мы здесь объявили примерно одинаково то есть есть опциональная строка и как мы работаем с ней дальше в свифте нужно явно вынуть оттуда значение то есть прям объявить отдельную переменную в которую вкладывается вот наша старая перемена на самом деле здесь синтаксический сахар и по факту там вызывается метод анврапа то есть вынимание значения грубо говоря опять же аналогия с массивом обращение к элементу по индексу примерно то же самое делает очень примерно очень то же самое и соответственно дальше мы уже работаем с другой переменной по факту то есть мы с значение применили туда и она полностью не обнуляем в этой переменные значения тип стринг там даже вопросиков нет соответственно котлен и дарт работают немного по-другому мы никакой отдельной переменной не делаем мы просто говорим что окей это наша переменная равна ну если да то давайте-ка выходим отсюда на return и больше дальше не лезем а вот дальше если она соответственно не равна ну компилятор понимает что там уже не пустое значение и он позволяет нам обратиться к методу безо всяких приведений типов без объявления новых переменных вытаскивание явного значения без всего и это на самом деле очень прикольная штука про которую тоже подробнее дальше поговорим и вот это вот уже заметная разница с точки зрения использования ее важно понимать особенно когда пытаешься там чуть-чуть на свете что-то выписать чуть-чуть на котлене что-то пописать и тут важно понимать что они работают по-разному и не ошибаться в их использовании окей да а как же свифт устроен ну в смысле optional свифт устроен как я уже сказал там много синтактического сахара поэтому давайте сначала избавимся от него то есть вот такие записи что string 1 с вопросом равно сам на самом деле делают нам компилятор за нас делает скажем так вот такую сложную запись что у нас есть явное объявление типа optional в котором явно в дженерике прописано string мы явно определяем не просто переменную туда мы прям запаковываем это значение внутри какого-то отдельного кейса в отдельном классе на самом деле и нам про это чуть подробнее будет и соответственно также с нилом никакого там нила нет это просто тоже другое значение этого же optional что касательно использования вот это вот странный guard лет для тех кто не работал со свифтом как оно на самом деле разворачивается и как оно работает то есть это можно сделать аналогично по-другому через стандартные ифы то есть мы объявляем переменную пока не присваиваю значение свифт позволяет так делать потому что компилятор понимает что мы это значение явно присвоим потом так по факту тут если бы этого присвоения не было компилятор бы ругался здесь логично смотрим если наше string которая обнуляемая которой мы объявили раньше с вопросом равна вот этому значению этого кейса то соответственно мы выходим это вот аналогично вот проверки и соответственно если мы не выходим значит значение у нас там есть и мы вот явно вызываем ансейф или анврат и получаем значение которое там хранилось внутри ну окей вот в принципе так это работает от синтаксического сахара избавились никакой магии нет все примерно понятно и работает императивно скажем так как обычно с обычными объектами но теперь посмотрим что же такое общем на самом деле все это просто и нам но в свете достаточно мощные и нам и которые позволяют делать для отдельных кейсов дополнительные переменные какие-то дополнительные методы еще что то поэтому у нас появляется вот такая вот хитрая штука что в нам это у нас просто кейс а в сам мы уже можем вкладывать в рап это наиболее близко и похожее что можно найти например других языках это сил от класса в котле который мы сейчас чуть позднее воспользуемся ну и пачка методов для удобства мы флэтмэп ансейфлен в рап ты и нет ну и некоторые там уже для опять же для удобства штуки которые позволяют чуть правильнее синтаксическим сахаром управлять компилятор окей выглядит несложно все работает все понятно ну а почему мне попробовать и сделать то же самое например на котлине да легко берем уже упомянутые сил от классы определяем у него абстрактные методы мы флэтмэп ансейфлен трап которые будут реализованы в классах которые реализуют это определяем наследников этого сил от класса их реализации конкретной на следующем слайде будут но соответственно аналогии уже видно что у нас есть сам класс my optional я специальных назвал на и чтобы было понятно что самодельная какая-то штука есть отдельный кейс на есть отдельный кейс сам в принципе это уже достаточно для того чтобы понять что это реализуемо окей смотрим что у нас здесь здесь у нас идет реализация этих методов ансейфлен рап соответственно когда мы обращаемся к нулу пытаемся получить у него значение это все плохо это нужно ошибку возвращать соответственно мы просто здесь кидаем exception когда мы делаем мы соответственно с нулом ничего не делаем и просто возвращаем также ну с кейсом в котором есть значение соответственно мы при ансейфлен рап просто приватную переменную возвращаем все понятно все просто мэп соответственно применяем метод к этому значению запаковываем обратно и трансформ в упрощенном виде работает примерно также то есть так как у нас наш трансформ во флот мэпе возвращает тоже опциональный тип то мы можем просто его напрямую отдать флот мэп реализован окей выглядит вроде как несложно работать это будет давайте попробуем и собственно берем и используем объявляем также переменную сам в которой запихиваем значение вот аналогии свифта выглядит практически идентично объявляем отсутствие значения тоже через отдельную переменную тоже опять же аналогии свифта понятным единственная разница наверное что с кифом силу класса не не очень хорошо работают поэтому мы здесь через дэн который в принципе в свифте работает так есть свитч который делает то же самое не видим что в принципе мы получаем тут ту же логику тут тоже поведение то есть вот мы реализовали по факту опционал из свифта внутри котлина зачем это нужно ну просто прикольно такое и исследование того что иногда для того чтобы понять как работает велосипед проще от велосипед самому немножечко под собрать не теперь это более наглядно и понятно ну и по факту практически то же самое сделали в java 8 представив класс java util option вот мы повторили эту же логику самое главное здесь не то что эти объекты можно создать да в любом языке в принципе ну с определенными ограничениями просто в котле не это проще сделать а то что язык в принципе запрещает значение хранить отсутствие значения хранить кроме как в общем это наверное самое важное вот тут тоже это понимать необходимо окей а зачем же нам еще эти методы в мэп и flat map они позволяют делать вот такие вот достаточно удобные штуки не вынимая явно значение делать обработку то есть мэп нам позволяет там распаковать это значение что-то с ним сделать flat map позволяет нам сделать это значение в том числе и опционально то есть если у нас идет какая-то обработка которая может вернуть нил ну нил то соответственно мы это тоже можем обработать через flat map ну и вот в принципе она нам дает обработку нормальную выводя значение которое становится 46 там было 42 если помнить ну и соответственно с отсутствием значения мы также можем это все обработать никаких крашей exception of мы не получим то есть это еще и безопасно получается мы распаковываем что-то пытаемся с этим значением сделать но так как там нет ничего то соответственно мэп его внутренний вот это вот лямбда который мы у нее передавали не вызовется с flat map он та же история и ничего не крашнется а у нас на выход будет такой же нил окей это смотрели но это не просто так вот вот эти мэпы flat map и изобретены это тоже наследие немножко функциональщины и здесь важно наверное еще упомянуть про такое страшное слово монада которую от которой у некоторых программистов могут зашевелиться волосы на голове да уже многие наверное слышали это такое уже хрестоматийное понятие и даже существует отдельная шутка от дугласа крокфорда что однажды поняв монады программист теряет тут же моментально возможность их объяснить вот я попробую немножечко вас погрузить в эту тему тоже просто чтобы у вас было понимание что такое монада монада это сложное математическое понятие наверное которые в функциональных языках активно используется и там многое применение есть но для нас пока важны важные важные и упрощенное такое понятие что ее можно определить как набор из трех сущностей правил не знаю что у нас есть параметризированный тип это соответственно тип с женериком есть юнит функция какая-то фабричная функция которая позволяет нам этот тип сделать засунув туда любой другой элемент и специальная бинд операция это метод который берет наш параметризированный тип вынимает из него значение при нем применяет к ней к нему какую-то лямбду и обратно запаковывает в параметризированный тип звучит сложно но давайте посмотрим как это по аналогии работает опять же аналогии наше все они позволяют это увидеть очень хорошо то есть мы создали my optional в котором есть тип rapt то есть в любой тип туда можно запихнуть этот generic вот у нас есть параметризированный тип юнит функция это соответственно просто конструктора этого my optional ну а бинд операция это попросту флэтмэп с которым все наверное уже так или иначе сталкивались и по факту получается что у нас наш optional в свифте или тот который мы только что реализовали в котлене это монада optional монада на самом деле вот здесь мне понравилась шутейка с одного с одной статьи что да нет почти конечно наверное то есть по факту она подчиняется этим правилам но есть еще нюанс есть еще монад лоус которые работают с с вариантом со значением хорошо но все немного ломается на нул значений то есть на краеугольных каких-то таких кейсах поэтому не совсем то есть optional это монада но с оговорками нового вы теперь уже знакомы с таким понятием и это позволяет вам провести параллели например с функциональными языками может быть чуть проще смотреть что там на хаскеле делается когда вы только синтаксис его шибанутки поймете вот но вот по факту мы все немножечко с монадами работы внезапно вот таким вот образом но и самое лучшее объяснение которое мне попадалось вообще про монады это вот этот свит функтор с аппликативом манатом пикчерс очень рекомендую там еще как раз таки для ребят кто со свифтом знаком например со свифтом и сделано это классно позволяет немножечко так пошевелить шестеренка его голове и узнать что-то новое теперь вернемся котлина как устроен нул был тип там мы сказали что он работает немножко по-другому и есть наверное какие-то отличия в реализации да есть отдельного объекта my optional там нет но для начала давайте посмотрим вообще как котлин компилируется в я соответственно чтобы понять что там под капотом выходит потому что все время работает и никто не переизобретал живем ради котлина котлин как бы оберткой является над этим всем добром очень большой такой шматок синтактического сахара походу ну давайте посмотрим соответственно объявили функцию которая с не опциональным значением строки смотрим на то как это реализовано как это компилируется точнее джава окей просто строка ничего такого нет ну появилась аннотация но эта аннотация опять же больше для котлин нежели для джава джава плевать на нее хотела объявляем другую функцию в котором уже опциональный тип используется ничего не поменялось кроме аннотации то есть по факту джава ничего не знает про нул типы и вообще по барабану это все не разбирайтесь сами со своим котлином и со своими общем он джава работает просто с объектами то есть по факту в рантайме никаких опционалов у нас нет это немножечко грустно наверное да в какой-то степени но это реальности им создателям котлина джедбрейнс пришлось пойти на такое для того чтобы сохранить обратную совместимость со всем живым окей двигаемся дальше как же с проверками то есть соответственно когда мы объявляем тип опциональный пытаемся его использовать вот здесь нас компилятор уже котлина сразу останавливаешь типа мы обращаемся к переменной которая может быть обнуленной я не знаю если там значение чувак не я такой компилировать не буду ладно добавляем проверку соответственно если строка пустая то ничего не делаем здесь компилятор уже понимает что значение там есть мы явно его проверили хотя не приводили никакому типу ничего не обращаемся к значению к свойству как же это выглядит в яви да никак по факту мы просто проверяем что string не ну никаких распаковок ничего никаких приведений типов потому что у нас опциональная строка это просто строка и мы просто обращаемся к значению которые к методу который у этой строки есть ну да есть опять же аннотации опять же для котлина забавный момент что почему-то компилятор котлина решил добавить вот эту переменную которая нигде не используется почему-то захотел а как вообще котлина понимает как что где почему вот это вот переменная если мы ее и фом проверили то она уже типа другого типа другого типа для этого нужно усвоить два понятия это type inference очень классная штука которая позволяет нам не писать лишний код и немножечко спасает нас от туннельного синдрома отпечатания слишком большого количества символов это то что позволяет нам из перемен из значения вывести собственно тип переменной все видели подобные конструкции что мы не объявляем явно тип но из-за того что мы сюда передаем строку мы явно знаем что там тип строка это как раз таки type inference и вторая штука которая в котлине тоже есть достаточно крутая и я считаю прям сложная по реализации поэтому в нюансы детали не будем углубляться но это то что позволяет ему вывести тип из проверок или из контекста грубо говоря то есть flow sensitive то есть тип зависит от потока выполнения и это вот наглядно иллюстрируется как раз таки таким примером что мы явно объявили переменную с типом any засунули в нее строку и мы как бы компилятор не может понять и они там я не не знаю any методы land и соответственно он ругается компилятор выдает ошибку если мы явно проверим что она строка мы даже не приводим к типу мы не при в другую переменную это не кладем с явным типом string просто проверяем и тут компилятор уже может понять что ага так выше по потоку выполнения ты проверил что он строка но в принципе я могу ее считать строкой и поэтому здесь мы уже можем обращаться к свойствам строки непосредственно а зачем нам это касательно работы с нулом а на самом деле про то что я сказал что ну это как бы наследование то вот теперь давайте посмотрим мы объявили вот эту вот строку с any заменим ее на string с вопросом и ничего не поменяется то есть оно работает абсолютно таким же образом как если это было супер класс то есть по факту вот та логика как который по которой работает новый был тип в котлене она прямым образом подчиняется логике работы с супер классом нет такое маленькое доказательство того что это так и есть ну и соответственно смотрим для прикола просто-напросто уже а как это компилируется джави а не как никакого приведения типа ничего просто у нас была строка безо всяких опшенов ну тут только значение неправильно поставил и мы просто обращаемся все 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 проверки опять же остались на уровне компилятора копина окей давайте теперь попробуем повторить но был в котлен из котлена с помощью свифта типа наоборот делали давайте теперь в эту сторону посмотрим представим что у нас есть класс person у него одно свойство всего не суть важно какое для того чтобы повторить подобную логику нам уже явно либо компилятор надо перепиливать либо явно нужно объявить наследование соответственно мы делаем отдельный класс person nullable создаем два наследника это соответственно nullable значение которое можно было бы как там синглтоном видите еще чё-то но для простоты просто так и соответственно наследуем наш person от person nullable и идем дальше в использовании соответственно объявляем переменную объявляем переменную с отсутствующим значением определяем переменную с персоном с учетом того что здесь объявляется но с родительским классом person nullable и идем в использование и оно оказывается абсолютно аналогичным котлен за той лишь разницы что flow inference нету в свифте поэтому нам нужно явно сделать приведение типа в другой переменной ну соответственно присвоить измененные привести к типу и присвоить другой переменной соответственно что мы здесь и делаем а с person так как мы здесь проверили то можно небезопасно приведение типа использовать чтобы у нас община не появлялась и дальше пытаемся использовать соответственно там где у нас нам ничего не происходит потому что наше значение не является классом торсом но также можно и наоборот про ну сравнивать и если у нас есть значение соответственно из person да он этого класса и соответственно мы явно его распаковываем то есть приводим к типу и используем значение все просто на самом деле никакой магии нет ну и опять же вопрос про монады в котле nullable это монада чистом виде нет потому что она работает совсем по-другому но можно добавить пару методов и будет почти монады для этого есть там примерчик где один из специалистов разбирал что вот можно вот такими штуками это добавить то есть мы добавляем этот юнит метод который нам любую переменную как подделает вот этим параметризированным типом nullable и соответственно добавляем flat map который применяет там метод и у нас появляется бинт функции но опять же все немного ломается на крайних кейсах то есть при работе с новым то есть монад лоус не выполняются и опять ну прикольно но то есть не не совсем монада но такие аналогии опять же можно провести и там дальнейшем какие-то штуки прикольные с этим делать если он подсматривать их из функциональ что же дарт самая молодая реализация которая была вот по факту закончена только в марте этого года они посмотрели на это все так как я уверен потому что они смотрели именно свифт и котлин потому что до флаттер в котором дарт используется первоначально как раз таки кроссплатформенный для мобилок был это уже потом они дальше развили его и вот обе эти реализации они видимо пощупали посмотрели почему-то сказали что у них якобы это как у свифта но по факту наверное это больше как у котлина то есть они пошли по пути вот это вот наследование и они даже вот у рэй вандер лича по моему есть пример того как это выглядит такое множественное наследование но она виртуальна то есть по факту там этого наследования нет это добавляется компилятором единственное наверное что скотт со свифтом роднит в реализацию дарта как они назвали саунд то есть safe and sound аналогия наверное оттуда пошла то есть безопасная типизация с нулом это то что здесь нет легаси от gvm и в рантайме она работает примерно так же то есть там дарт его виртуальная машина либо с компилированный код они уже знают о том что есть действительно на углу типы и не на углу типа вот в отличие от того во что компилируется код принципе у меня все вот спасибо за внимание заходите к нам на сайт у нас есть куча вакансий как всегда и приходите к нам на youtube мы подобные доклады там чуть ли не каждую неделю выкладываем делаем мы у себя их каждую неделю но самый лучший попадает youtube вот будем рады если у кого-то будут вопросы напрямую можете спрашивать так то вот супер спасибо большое за выступление а я обращусь еще к нашим слушателям обязательно задавайте вопросы если они у вас остались а я вот вижу что у нас один вопрос уже к нашему спикеру упал ну что давай будем отвечать наверное тогда расскажите почему не используется let run also да этот вопрос еще на том докладе на первой его версии задавали это не сделано для того из-за незнания какого-то или по ошибке здесь я пытался показать как раз таки аналогию между языками и поэтому так как let also run они более специфичны для котлина их применение здесь не показано по факту ничего не мешает доработать с ну в котлине более таким интересным и приятным способом который близок на самом деле к монадическим там вариантом с использованием методов мы мы по флот мэп и чего подобного ну вот но здесь не нету таких конструкций в свихте и нету в дарте поэтому это осталось за скобками окей я вижу в комментариях что пишут отличный экскурс в историю ну вот так что есть комментарии к твоему докладу а есть еще вопрос можно ли посмотреть во что компилируется котлин если да то как но здесь проще наверно тогда уже в дешку перейти и посмотреть собственно как как это все реализуется то есть у нас есть например какой-то класс но допустим на котлине написанный сам собственно это все и делал и вот у нас этот метод здесь компиляция шипу дает да вот собственно переходим в дешку и ничего не мешает нам взять и посмотреть исходники с компилированной соответственно переходим в tools котлин шоу котлин байт кот он показывает нам страшную штуку похожую на ассемблер на самом деле но здесь можно нажать опять же для компайл и мы получим джавусский код и вот то что у нас написано вот собственно объявление переменной и вызов методов лэнс она превращается вот такой джавусский все просто